В Болгарии завершается строительство Центра археологических исследований. Следующий сезон специалисты откроют в новых лабораториях. Впрочем, теперь и не придется искать мест для проживания. Эта проблема особо остро стояла летом, когда в древний город съехались археологи из разных городов и студенты. Пришлось раскладывать палатки. Клад из серебряных изделий 14 века. Самая интересная находка археологов в болгарском городище за последнее время. Драгоценности исследователи нашли в июле этого года. Летом здесь копали историю специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Украины. Многие уже разъехались, но исследования еще продолжаются. Сейчас работа кипит на территории частного дома. Исторические ценности здесь не ищут. Их сюда привозят. Это археологическая база. В доме живут обычные исследователи. Рабочие живут в палатке. Я здесь уже шестой месяц. Это временное пристанище для приезжих археологов. Другого пока нет. Сейчас здесь живут семь человек. Там же работают, описывают и шифруют найденные детали. Бывший сарай переоборудовали в помещении для камеральной обработки. Мне их моют, я их обрабатываю, записываю, какие виды животных были. В том числе у нас, ну кроме костей животных, естественно, очень много керамики. Каждый пока старается как может. Вот сейчас вот здесь уже холодно, например, сидеть. Вот видите, в каком виде мы сидим. В то, что в следующем году то же самое будут делать в специальных кабинетах, археологам не верится. Здания Центра археологических исследований должны сдать 7 ноября. Монтаж отопительной системы, они уже, вон, все, радиаторы поставили. Сейчас только ждем котлы в котельную. И все, запускать. По проекту рабочие и жилая зоны будут в разных блоках, о чем археологи сейчас могут только мечтать. Будут располагаться и жилые помещения, пищеблок, то есть столовая, рабочие мастерские, лаборатории, склады, где как раз будут обрабатываться и археологические находки, найденные уже здесь непосредственно с целью их сохранения. В таких условиях, уверены в заповеднике, сюда съедутся еще больше специалистов, ведь есть где развернуться. Из 385 гектаров болгарского городища пока исследовали только чуть больше 5%. Эльвия Ребятулина, Равкадия Одинов, Вести, Татарстан, Спасский район.